Всем привет из Канады, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю видео, продолжение моего видео из Зары, что же я в Заре купила. Хочу сказать, что это видео набрало очень много просмотров, хотя это было одно из самых каких-то, на мой взгляд, неудачных моих видео, за что мне, дорогие зрители, напихали в панамку и справедливо, потому что снимала я как-то все сумбурно и, в общем, было вообще ничего не понятно, что там происходит. Вот, девочки-блогеры, которые меня смотрят, вы, наверное, знаете, что набирают больше всего просмотров, самые плохие видео, снятые лишь бы как, за которые вам на самом деле стыдно, и которые вы совсем не рассчитываете, что они наберут много просмотров. Вот как раз они набирают больше всего просмотров, это какой-то такой закон подлости. Но, тем не менее, я хочу вам показать, что я купила в магазине, я кое-что купила, несмотря на то, что там было пусто, был беспорядок, я была расстроена из-за того, что примерочные снова закрылись у нас. Вот, стараюсь поснимать поскорее, потому что на улице просто у нас мгла, потому что вы видели погоду у нас, я вам снимала, ураган, снег, пурга и, в общем, все это темень. Вот, но давайте я вам буду показывать и примерять. Первая вещь, это она на мне. Значит, я купила вот такое вот украшение, очень интересное, странное украшение, которое состоит из таких вот разных, здесь желтенькие бусики, здесь золото, здесь что-то голубое. В общем, ну, как всегда в Заре, такой что-то понамешали, понамешали, понакрутили, цепочка, все до кучи, такая вот застежка. Поскольку сейчас украшения в Заре стоят где-то порядка 10 долларов, кстати, когда там была, они стоили еще 13, то есть все аксессуары, я там купила поезд, он стоил тогда 13 долларов, сейчас он стоит уже 10, и все вещи, которые я купила, они на самом деле с тех пор уже подешевели, потому что я их потом видела на веб-сайте, не их, а похожие вещи, подобные, а у них, знаете, все, в общем, так, группами, то есть у них, допустим, платье определенное, и дешевеют вот в определенное время все одновременно, свитера, там, я не знаю, украшения, пояса, аксессуары и так далее, но поскольку этих вещей уже нету на веб-сайте и, наверное, нету в магазине, то я как бы купила и купила, неважно. Так, начнем мы вот с чего, я покажу вам два свитера, вот у меня вот такой мешочек, и первый свитер, вы знаете, что, мне, наверное, надо очки, потому что я не вижу ничего, из чего он сделан, из чего он состоит, я, конечно, сейчас его примерю, но показываю вам сначала его вот так вот, очень интересный свитер, он бледно-розового цвета, со вставками, видите, красная, голубая, черная, он довольно короткий, он с горлом, и он сделан из... сейчас минуту, я надену очки, и я вам зачитаю. В общем, из хорошего у него 13% шерсти, все остальное, акрилик, полиамид, полиэстер и вся вот эта вот компания. Ну, знаете, 13% шерсти лучше, чем чего, тем более, что на ощупь он очень приятный, мягенький, теплый, сейчас я вам померю, он довольно красивый, оригинальный, я считаю, что довольно такая, знаете, необычная вещь, а я люблю такие необычные вещи. Ну что, давайте смотреть на меня, в нем, в этом свитере, он размер Lush, он большой, длинные очень рукава, что не очень приятно, я это не очень люблю, но их можно, во-первых, закатать, и вот так, все равно немножко длинноватый, но так, в принципе, носит, мне нравится, что он широкий, мне нравится, что он такой длинный, не короткий, потому что я вот так предполагаю носить его с джинсами или с какими-то брюками, и мне кажется, что так будет как раз хорошо, и горло вот здесь вот такое вот высокое, и тоже я не всегда очень это люблю, и я могу его вот так вот опустить и таким вот образом носить, а вообще он очень интересный, если вы посмотрите на него, то вы видите, здесь такой синий, здесь черный, боже, как они гудят, шумят, я надеюсь, что вы этого не слышите, потому что у меня прям жуткий тут треск стоит ужасный. Вот, с этой стороны он без цвета, ну, в общем, оригинальный свитер, необычный, мне нравится такой свитер, потому что он, ну, такой своеобразный. Второй свитер, который я купила, боже, там такие шумы на улице, если вы слышите какие-то, какие-то странные звуки, гудения, трещания, это снег чистят соседи на улице, машинка снегоочистительная, она жутко шумит, но я просто нахожусь в такой комнате, у меня сегодня все дома, потому что у нас снег, и все остались дома, муж не поехал на работу, и я забилась вот в уголок, чтобы никому не мешать своими съемками, так вот, если вы слышите, такой жжж, это значит, там, снегоочиститель, соседи чистят, чистят свою территорию. Вот такой я купила еще один свитер, а, кстати, оба свитера стоят 39,90, вот и этот, и вот этот, 40 долларов, сейчас они стоят уже по 30, я знаю, я видела на мой сайте похожие свитера, они такие, и они уже немножко подешевели, но купила я за столько, за сколько купила. Красота его в том, он довольно большой, широкий, объемный свитер, и простого, такого очень базового бежевого цвета, но красота его заключается в том, что он весь покрыт вот такой вот вышивкой бисером, что очень красиво, и, в общем-то, я не могла устоять, девочки, вы знаете, как я люблю всякие вышивки, блестки и прочие вот такие вот сверкающие вещи. Он даже не сильно сверкающий, он как бы, ну, такой, знаете, немножко вот в нем вот эти вот, вот этот вот бисер, он придает некоторого такой, ну, как бы, нарядности, да, и сзади тоже на спине вот эти цветы, вышивка бисером, шикарно, очень красиво. Сейчас мы посмотрим состав, и, в общем, там тоже что-то ничего такого, ну, в общем, немножко там было шерсти, но я еще и очки свои оставила внизу, и пользуюсь своими старыми, сейчас. Значит, в нем совсем мало шерсти, всего лишь 4%, и сколько-то там вискозы, что вообще, конечно, ну, в общем, синтетика, практически синтетика, но зато он красивый. А этот размер медиум, он тоже не маленький, потому что он по природе своей не маленький, тоже очень длинная рукава, но вот я так его закатала, видите, на одной руке, а на второй тоже, сейчас я это сделаю, и вы увидите, что вполне нормально, то есть вот, когда я покупаю свитер медиум, то я еще как-то могу с рукавами жить с этими. А large, конечно, он не большой, но вот этот свитер первый, он за счет того, что он large, он все-таки такой объемный и не очень короткий, потому что я вот короткие узенькие эти свитерочки, у меня их полный шкаф, я их не могу носить по причине того, что сейчас это не модно, что сейчас это не модно, что это не очень мне подходит. Ну, в общем, вот такой вот свитер, красивый свитер, по-моему, там мои ожерелья, не обращайте внимания. Посмотрите, как хорошо сделана вот эта вот вышивка. Надеюсь, что она не осыпется, не посыпется при стирке. Стирать такие вещи, у меня есть такие вещи с вышивкой, я просто его выворачиваю на левую сторону и кладу в стиральную машинку на очень такой щадящий режим, прям такой, значит, ручная стирка. И, в общем-то, пока что у меня не было случая, чтобы у меня что-то осыпалось, или как-то вот отрывалось, или рвалось. Ну, во всяком случае, вот, пока что все на месте, все пришито, все хорошо. Ну, красиво, да, красиво. И даже я бы сказала, что он такой немножко нарядный. Широкий объемный свитер, классный, мне он нравится. Он очень толстый, он сделан, знаете, как будто бы из такой прям сваленной, вот такой вот, знаете, как будто из какой-то такой ткани, прям такая, знаете, как валенок такой. Ну, я, как бы, такие свитера немножко добавляют объем, большие широкие свитера, безусловно. Но в нем удобно, в нем свободно, в нем просторно, я не переживаю, что у меня тут что-то в оптиконы, что-то видно. В общем, как бы, в принципе, его можно носить и с юбкой, с такой шелковой, клешной, или с узкой юбкой по фигуре. Допустим, у меня есть несколько таких шерстяных юбок, очень узких, и все было бы с ним хорошо, но два места на моем теле, живот и попа, они очень сильно обтягивают. Мне это не нравится, я так ходить не хочу. Если вы наденете сверху вот такой вот свитер, то, может, мне надо снять про это видео, как носить узкие юбки на толстой попе, на животе, на большом. Потому что у меня они есть, и я их ношу, несмотря на то, что они, как бы, мне не очень, не очень хорошо на мне сейчас. Я купила два платья. Два-два платья. Тысяча первое, тысяча второе платье в цветочек. Но у меня к ним очень нежные отношения, я их очень люблю. Платья оба стоили 29,99, сейчас они стоят оба 19,99, но, опять же, их на веб-сайте нету, и в магазине нету, поэтому уже есть как есть. Одно платье вот такое, я тоже вам, конечно, его примерю. Оно длинное, оно такое, знаете, под грудью отрезанное, от груди оно как-то раскрешается, оно все на пуговицах. Сзади оно вот тоже вот такое вот отрезное, воротничок. Это очень типичное для меня платье. Я, как всегда, купила все, что у меня уже есть, но такая красивая расцветочка не могла устоять. Вот такой вот рукав простой, даже совершенно необработанный. Размер large. Состав сейчас посмотрю, тоже, наверное, полиэстер стопроцентный, а может быть, я удивлюсь, это окажется вискозом. Вот, но я думаю, что, да, полиэстер стопроцентов. Но, вы знаете, девочки, я особо не спарюсь. Если мне вещь нравится, то мне она нравится, тем более, когда она стоит совсем недорого. То уж как-то так я не особо смотрю на состав, потому что мне, в принципе, я ношу все. У меня нет проблемы, вот знаете, если люди не могут носить синтетику, у меня нет проблем, я девушка пролетарских королей доросла не в дворцах, поэтому у меня нет проблем носить синтетику. Мне не нужны шерсти или хлопок обязательно, я вполне себе очень хорошо обхожусь с синтетикой. Значит, это платье похоже тоже, но не совсем, потому что у него расцветка коричневая с белыми такими узорами. У него все-таки хоть немножко как-то обработан рукав, манжет, тут пуговичка, оно с запахом. Я вам потом застегну, покажу. Я, по-моему, когда-то в каких-то примерках примеряла что-то подобное, но, если честно, то я не помню. И у него, значит, вот такая вот, такая у него здесь завязка, здесь оно завязывается. Ну, в общем, я по мере вам все покажу, вы все увидите. И тоже оно довольно длинное, что хорошо, нам, женщинам, взрослым, какие платья в самый раз носить. Все, мешочек опустел, я его опускаю на лапу и купила я ремень. Вот такой вот ремень с золотой пряжкой. Такое, знаете, золото не блестящее, а такое немножко матовое. Видите, оно не блестит. Это размер... Кстати, вот это коричневое платье, размер тоже ларш, по-моему. Сейчас я проверю. Да. Кто бы сомневался. Черный ремень, я думаю, что он не кожаный, я, честно говоря, не уверена. Ну, давайте попрочтем сейчас. Ну, надежды большой на то, что он кожаный, нету. Да, он, конечно, не кожаный, но повторюсь. Значит, я за него дала 13 долларов. 12.99, сейчас он стоит 10. Это размер 85. То есть, у них есть три размера поясов. 80, 85 и 90. 90 мне большой, 80 мне бывает маловато, но, в принципе, как правило, нормально. 85 мне в самый раз, но и 80 я могу носить, а 90 мне велик. Платье. Очень красиво расцветки. У меня есть несколько таких платьев. Ну, не таких, таких. Ну, похоже. Ну, похоже платье в цветочек. У меня есть много платьев в цветочек, но это мне понравилось тем, что, ну, такая необычная красно-синяя-голубая расцветка. Мне очень понравился его фасон, потому что, видите, оно вот здесь вот облегает, в принципе. Вот оно здесь отрезано, а отсюда оно так еще чуть-чуть идет в облегон, а потом в самом правильном месте оно расширяется. Поэтому все, что у вас здесь есть, то, что вы хотите скрыть или прикрыть, оно, в общем-то, скрывает и прикрывает. Но в то же время оно как бы по фигуре, оно подчеркивает фигуру, но оно облегает вас вот здесь. То есть в самом узком месте, а не вот здесь, где уже начинаются всякие неприятные вещи. Цепочка, кстати, моя очень к нему подходит. Посмотрите, как точненько-желтенько с голубеньким. И все вот это золотко. Просто супер. Мне не очень нравятся эти рукава, что они вот так вот как-то заканчиваются, никак не схвачены, ни на какой манжет. Но, в принципе, это окей. Я нормально с этим. Размер large. Стоило 29,90. Сейчас оно стоит 19. И вот платье, в принципе, видите, вате при том, что оно, в общем-то, как бы такое вроде бы в облегон и вроде бы так подчеркивает, но оно там, где надо, идет в такой расклёж. Поэтому это выглядит очень неплохо. Вот я померяла с туфлями на каблуке, но я, как всегда, его можно с сапогами, со всем. Я просто вот померила. Туфли у меня близко находились. Я их надела, черные просто лодочки. Вот такое оно длинное, довольно длинное, на пуговицах до конца. Удобное, хорошее платье, которое очень-очень можно много где носить и много с чем. И много на, на, как бы, удобные, ну, на любой случай. В нем можно пойти на работу. Можно пойти куда-то на выход. Ну, не такой выход, выход не на красную дорожку, на которую я хожу, как бы, каждые выходные. Да, но на более-менее, в общем, какой-то такой там ресторан, кафе с девчонками. Вот просто пройтись, прогуляться, снять каблуки и просто вот пройтись нормально. Ну, в общем, такое симпатичное платье. Платье, любимое, совершенно мной фасон, запах. Я считаю, что это вообще самый лучший фасон для всех абсолютно девочек, потому что оно абсолютно хорошо подойдет любой фигуре. Полным, худым, очень худым, очень полным. То есть, вот, мне кажется, что вот это платье, оно очень-очень, как бы, подходит для абсолютно любой, любой фигуры женской. Оно почерпнет талию тому, у кого ее нету. Оно сделает вашу талию тоньше, если у вас есть талия. Оно скроет ваши недостатки, какие-то бедеры, живота. Оно, как бы, вот, везде... Вы можете его носить на... Немножко поправившись или немножко похудевши, потому что здесь вот у него находится завязка. Вот так вот, знаете, вот он запахом. Здесь оно завязывается на завязочку, и здесь оно завязывается на другую завязочку. То есть, оно, в принципе, очень флексибл в размере. То есть, я думаю, что размер, оно может выдержать вашего похудения или поправления. Я купила размер large. Мне оно немножко большой в плечах, размер large. Вот здесь вот сверху видно, да? Но я предпочитаю так, чем вот здесь вот оно мне будет узкое. Потому что, если бы я взяла medium, здесь вот этот вот запах, он бы прямо очень сильно расходился. Он и так здесь как-то ничем не закреплен. Если честно, я думаю, что я, может быть, его здесь вот зашью. Маленький такой, несколько стежков сделаю. Почему? Потому что я все равно смогу в него надеваться. То есть, я просто должна его через ноги надевать, а не вот так вот, как халат запахом. Потому что, если выйти в нем на улицу, и любой ветерок легкий, и все вот это вот будет вот так вот распахиваться, это не очень удобно. Или если вы где-то садитесь, то тоже это может все как-то очень не кстати распахнуться. Что не нужно нам, да? Но, в принципе, вот, если бы я взяла, может быть, medium, то был бы мне немножечко вот здесь. Вот он бы узковат, маловат. Но еще раз повторюсь, в принципе, вот эти вот платья, они размер туда-сюда, вполне их можно варьировать, и с ними можно играться. Вот такой он у длины, тоже я, знаете, хорошо было бы сюда сапоги. Но я, девочки, честно снимаю в походных, можно сказать, условиях. Опять же, потому что вне все дома, на кухне все там что-то делают, и дети должны были сегодня пойти в школу, кстати. У нас собирались открыть школу, но из-за того, что снег жуткий и занос, то школу отменили сегодня. Поэтому и сын дома, и муж дома, и все там что-то на кухне, там что-то жуют, смотрят телевизор внизу в living room. И поэтому я вот так вот спряталась в кабинетик, чтобы мне, значит, тут никто не мешал, не шумел, не гремел чашками-карелками и не мешал нам снимать. Поэтому обувь я как-то прихватила, которая у меня была недалеко. И, в общем-то, надо было бы сапоги, но они там стоят внизу, и мне, честно говоря, уже не хочется за ними идти. Но вы себе представили, как это может выглядеть. Тем более, что я сегодня не показываю аутфиты, а я просто показываю то, что я купила, примеряю это на себя. А, в принципе, вот это платье с такими же вот лодочками вполне можно носить. Вот такое вот платье, рукава тоже в нем не очень длинные, кстати, потому что у меня всегда везде длинные рукава. Я просто их задираю, потому что я привыкла вот так все время. У меня все время все рукава длинные. Хотя, видите, вот в них можно вот этот манжет, можно вот так вот подвернуть. И опа-ля, все нормально. А, ну, вы знаете еще, наверное, этот трюк с резиночками, что можно надеть такую для волос? У меня есть вот такая, она не подходит по цвету. Ну, в принципе, нужно найти такую, чтобы подходила по цвету. И не такую пружинку, а просто вот тонкую резиночку. И вот так вот. Видите, даже можно не обязательно запариваться с цветом, потому что вас все равно ее не видно. Вы вот так вот поднимаете. Это можно делать с платьями, со свитерами, с пиджаками, с чем угодно. Чтобы вам вот так вот не задирать все время, а просто вот видите, вот это вот у меня падает, опускается рукав. А этот у меня держится. Вуаля. Это очень простой трюк. Его, по-моему, уже все знают. Я просто друг на всякий случай, кто-то из вас об нем не слышал, о нем не слышал. Я вам показываю по ходу дела. Все, девочки, сегодня такое у нас получилось видео. Я жду ваших комментариев. Я жду вашего мнения, что вам понравилось, что мне понравилось. Как у вас проходит сезон распродаж. Много ли вы чего себе купили. Надеетесь ли вы сэкономить какие-то деньги в это нелегкое для всех шопоголиков время. Или вы все-таки вот решили впуститься во все тяжкие. Все, увидимся в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Люблю, целую. С вами была ваша дитя из Канады. Пока, пока, бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok